добрый день уважаемые коллеги сегодня у нас продолжение завершающая часть курса по масс-спектрометрии от скалтеха меня зовут костюкевич юрий я старший преподаватель скалтеха и тема нашей лекции это мумии динозавры и пиво масс-спектрометрии в археологии палеонтологии и музейном делу так извиняюсь youtube так сегодня у нас завершающая шестая лекция курса по масс-спектрометрии от лаборатории масс-спектрометрии скалтеха вы в принципе уже многое узнали от данной науки о технике о истории о приборах о применении как данная техника применяется в медицине в скрининг скрининговых лабораториях как это применяется для контроля качества продукции вокруг нас как это помогает в больницах как это помогает что-то узнать о окружающем мире мониторить окружающую среду и сегодня мы поговорим о таком наверное скорее экзотической экзотической области применение данной техники гуманитарной науки все мы знаем что ли у всех людей можно так условно разделить на физиков и лириков они имеют довольно мало чего общего ну например если спросить гуманитария в чем сила брат он скорее всего ответит что она в доброте и любви честности и так далее если вы спросите в чем сила технаря он скорее всего встретит в ньютона ну и так далее все мы знаем кучу анекдотов про физиков лириков филологов математиков и так далее так далее так далее и так темой нашего курса была масса спектрометрия которая вообще говоря такая области физики химии физической химии то какой же она вообще может иметь пересечения с гуманитарными науками ну где вот измерение массы отдельных молекул может помочь скажем культурологу или археологу или поэту или исследователю творчества какого-то поэта или специалисту по древнему египту древним коптом и так далее так далее да казалось бы вообще ну почему общего какая-то химия какие-то молекулы какие-то ионы нас тут интересуют совсем другие вещи какие-то человеческая душа культура материальная культура что может быть общего но на удивление общее есть и сегодня я вам постараюсь об этом общем и как раз рассказать так вот зачем же химия и физика гуманитарием для того чтобы ответить на этот вопрос можно посмотреть а используют ли крупные музеи мира физические методы исследования в своей работе и да действительно используют если мы обратимся например к таким музеем как лувр британский музей мы увидим что в данных музеях обязательно существуют аналитические лаборатории оснащенные по последнему слову техники самыми передовыми приборами в том числе и масс спектрометрами и данные лаборатории данное оборудование работает работает в интересах музея ну для чего во первых для сопровождения хранения для исследования старения произветь произведение искусства для определения подделок для сопровождения техник реставрации и разумеется в том числе для какого-то более глубокого исследования как артефакта ну например датирование разумеется так как музеи оперируют с памятниками культуры масс спектрометрия является не самым распространенным методом исследования почему потому что она разрушающая для того чтобы измерить какой-то объект на масс спектрометре его нужно уничтожить пробоподготовка она разрушающая и разумеется музей не всегда хотят использовать данные методы исследования культурных объектов потому что какая-то часть объекта который пойдет на исследование она уже будет безвозвратно утеряна поэтому музей больше тяготеет к оптическим методом к рентген структурному анализу потому что в принципе они тоже позволяют какую-то информацию о молекулярном строении извлекать и в отличие от масс спектрометрии они не разрушающие но есть ряд задач которые может делать с которыми может справиться только масс спектрометрия и разумеется данная техника в музеях применяется на данном слайде вы можете видеть фотографию ускорительного масс спектрометра находящегося в ловре используемого для датировки различных исторических артефактов и картинку маскотериметрического анализа смол разумеется не только ловр обладает такой техникой и обладает и британские музеи у них существует целая целый отдел world history lab большая лаборатория занимающаяся как раз таким физическим исследованием артефактов измерением измерением сканированием трехмерным сканированием и разумеется том числе измерение молекулярного состава на данном слайде кратко приведена подборка основных аналитических методов которые используются в музейном деле и примеры как данные аналитические техники применялись можно видеть что исследовались различные археологические артефакты бюст нефертити он исследовался методом геновской спектроскопии масс спектрометрия и до анализировались красители пигменты различные и различные различные другие объекты также анализировались всевозможными физическими методами исследованиями и как и это что-то открывало ученым что-то открывало музейным работникам о данных объектах ну давайте уже собственно говорить о том что же может физика что же может химия и в частности что может масс спектрометрия в гуманитарных науках самое важное и это разумеется датировка когда археолог откапывает какой-то археологический артефакт самое главное что наверное хочет узнать это дату это возраст данного артефакта иногда он может это определить по каким-то по культурному слою в которой из которого в котором он был откопан иногда это можно определить по каким-то особенностям изготовления данного артефакта но если ничего нельзя вы выкопали какую-то кость кость животного ну что по ним можно сказать да мало наверное что по ним можно сказать без физических методов исследования и здесь нам приходит на помощь масс спектрометрия а именно ускорительная масс спектрометрия про которую вам рассказывали в первой лекции я очень кратко напомню что это такое в верхних слоях атмосферы под действием космических лучей непрерывно образуется радиоактивный изотоп углерода 14 данный изотоп оседает к нам вниз мы им дышим все живые организмы им дышат и в результате дыхания он накапливается но когда живой организм умирает он распадается и по измерению концентрации 14 углерода в останках живого объекта можно определить время когда данный организм умер когда он перестал дышать когда он перестал обмениваться углеродом виде углекислого газа с окружающей атмосферой для того чтобы такие исследования проводить требуется ускорительная масс спектрометрия это очень сложное оборудование то оборудование класса мега сайенс и в россии таких приборов всего два оба в новосибирске один прибор он самодельный другой покупной вот на данном слайде вы можете как раз видеть прибор который был создан коллективом института ядерной физики ускорительный масс спектрометра такое оборудование ускорительной масс спектрометрии в мире разумеется она есть много где если я не ошибаюсь около сотни ускорительных масс спектрометров существует по всему миру и она активно применяется для датировки самых разных культурных объектов наверное самое громкое самым громким самым таким растиражированным случаем применения ускорительной масс спектрометрии это датировка возраста туринской плащаницы а что такое туринская плащаница это артефакт это льняное полотно с изображением мужчины в полный рост и данные данное полотно она считается христианскими церквами она считается тем самым полотном той самой плащаницы в которую был было завернуто тело христа и разумеется встает вопрос о возрасте данной плащаницы потому что если это плащаница той библейских времен и должно быть 2000 лет но измерение на ускорительном аспектрометре на ускорительном аспектрометре причем не на одном данное исследование проводилось в трех лабораториях по всему миру в чикаго в швейцарии чикаго в аризоне в оксфорде и в цюрихе и все измерения подтвердили что данная плащаница она имеет возраст скорее где-то 12 13 века то есть она никак не может быть каким-то артефактом библейских времен и это на самом деле очень важно потому что охота за орудиями за орудиями страстей ну то есть за артефактами оставшихся оставшимися со времен христа это охота она была определенной 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 формы политической борьбы в средние века между италии между францией и англией потому что когда крестоносцы шли в святую землю возвращаясь они приносили очень много всевозможных артефактов и некоторые артефакты они называли как раз орудиями страстей кто-то приносил частиц частички креста господня можно вспомнить роман вальтер скотта айвенка где главный герой вернувшись из палестины как раз принес с собой ковчег с деталью креста господнего также много других артефактов копье лангина копье которым был которым римский солдат проткнул христа святой грааль и так далее так далее разумеется если данные артефакты действительно имеют отношение к библейским временам то хорошо бы по крайней мере проверить их возраст и это можно делать на ускорительном аспектрометре и вот случае с туринской плащаницы показал что это уже что-то средневековое какое-то изделие таким образом можно датировать различную органику ткани кости но что делать если мы хотим датировать металл например мы хотим датировать какой-то меч или какой-то золотой ожерелье металл он же не обменивается углекислым газом с окружающей средой он же не дышит но тоже как-то хотелось бы датировать и здесь тоже можно применять масс-спектрометрию и также измерять содержание радиоактивных и стабильных изотопов металла ну например существует такой метод датировки золото называется гелевые радиоактивные часы золото она содержит в себе следы урана и очень хорошо удерживает гелий однако если золото расплавит то весь гелий который находится в золоте он из золота уходит не присели и если Продолжение следует... датировать некое металлическое изделие например какой-то щит или какой-то меч или какой-то золотое ожерелье металл он же не обменивается углекислым газом с окружающей среды он же не дышит но возра все равно как-то хочется узнать для этого применяется метод измерения содержания других радиоактивных изотопов одним из таких методов является гелиевые радиоактивные часы применяющиеся для датировки золота золото природное золото она содержит следы урана и очень хорошо удерживает гелий но однако если золото расплавить для изготовления какого-то изделия то весь гелий из него улетучивается поэтому данное время плавки она является нулевым то есть гелия нет для гелевых радиоактивных часов это отсчет времени после плавки гелия нет но уран который следы урана который есть золоте уран продолжает распадаться и в результате распада урана в золоте начинает накапливаться гелий если этот гелий измерить его концентрацию на масс-спектрометре то можно как-то установить возраст возраст золота сколько штамм этого гелия в золоте ну расчет показывают что образец золота массой 10 миллиграмм содержит около ста тысяч атомов гелия для возраста и здесь для возраста изделия тысячи лет вот 100 тысяч атомов гелия в 10 миллиграммах нужно уметь измерять и это можно вот например здесь я привожу работу из-за института питерского института аналитического приборостроения они разработали специализированный масс-спектрометр сверхчувствительный для как раз датировки золота по примесим радиоактивного гелия данная работа выполнялась данный прибор зарабатывался как раз для эрмитажа датировки золота в эрмитаже также применяются другие методы например уран свинцовый метод работает точно по такому же принципу например в результате каких-то тектонических геологических процессов происходит обогащение какой-то руды радиоактивным изотопом например радиоактивным ураном а потом данная идет естественный радиоактивный распад и уже по количеству атомов которых вообще не должно быть в этой руде можно примерно определить возраст ну что это за возраст этого раза возраст этой геологической активности и как раз тут используя вот такой уран свинцовый метод можно определить возраст земли по возрасту самого старого материала который находится который на земле можно найти это циркон вот так работают методы датировки но что же еще можно делать с помощью маски к 3 3 в музейном деле делать можно очень очень много чего например можно изучать рукописи ну рукописи изучают культурологи исследователи творчества различных писателей для чего для того чтобы понять вот что писатель хотел сказать что думал какие были его мысли чувства душевное состояние и химики тоже могут могут здесь что-то сказать давайте на это посмотрим на примере исследования рукописи михаила булгакова и рукописи романа мастер маргарита ну все мы знаем мастер маргариту все ее читали в школе кто и потом много раз перечитывали уже во взрослом возрасте постоянно открывали мне что-то новое ну данный роман булгаков писал долго много и вот что же можно узнать по исследованию рукописи что же химик может узнать по анализу рукописи ну например химик может узнать принимал ли писатель какие-то наркотики момент написания рукописи потому что если писатель наркотики принимал то с потом с жиром они из человека выходят и оставляют жирные пятна на рукописи потом это можно детектировать и действительно был проведен такой анализ одна группа в соединенных штатах сумела получить доступ к оригинальным рукописи мастер маргариты провела химический анализ и нашла следы морфина в рукописях то есть по крайней мере некоторые страницы мастер маргарита булгаков писал принимая морфин ну то чтобы как принимал морфин это известно потому что он страдал серьезным заболеванием и марфином был прописан как обезболивающим но однако все равно данные химические данный морфин он вызывает определенные изменения станет сознание и поэтому некоторые вещи могли быть написаны в немножко измененном состоянии сознания здесь вот можно видеть как раз распределение морфина по страницам рукописи в некоторых местах его больше в некоторых меньше но возможно просто вот данные места рукописи трогались пальцами чаще другие трогались реже но вот можете видеть мощь методов масс-спектрометрии современных которые позволяют даже такие вещи обнаруживать но разумеется поиск наркотиков в рукописях это далеко не единственное чем интересуются ученые изучая рукописи очень часто ученые интересуются составом чернил которыми были написаны какие-то манускрипты какие-то рукописи какие-то свитки зачем вообще нужен химический состав чернил в разных странах и в разное время чернила делались из разных по сам по разной технологии в древнем египте использовала сажа что-то в нее добавляя в китае использовалась тоже сажи сажа растительная смола в древнем риме это тоже были жженые косточки винограда на руси этого была ольховая кора кора дуба тоже по моему использовалась и но одно один из самых популярных наверное стандартных рецептов для чернил это чернила из галловых орешков галловые орешки они тоже вот здесь приведены на слайде дубовые галлы что это такое-то не плоды дерева это таких кокон и кокон и насекомых внутри данного такого орешка живет личинка и из данных орешков можно делать чернила и анализировать химический состав можно уже определять из чего они были действительно сделаны то есть можно понять допустим использовались для был ли данный текст написано чернилами из сажи или они он был написан чернилами из скажем головых орешков и это в принципе для культурологов довольно может быть цены информации поскольку это тоже может позволить понять в каком месте писался данный манускрипт или какие были торговые пути то есть это в принципе что-то рассказывает о культуре того того времени также есть очень интересное и популярное направление называемая молекулярной археологии археологи очень много чего выкапывают самых разных амфор черепков посуду керамику но древние люди они же эти амфоры для чего-то использовали для каких-то своих хозяйственных нужд они в них хранили масло вино еду какой-то и все эти вещи они так или иначе в этих амфорах остаются их какие-то следы что-то просачивается в поры амфоры в поры керамики что-то высыхает и остается в виде таких вот запекшихся следов как грязная посуда вот представьте там через много тысяч лет если бы кто-то нашел нашу грязную посуду и пытался исследовать химический состав понять а что же мы ели что же мы вот сейчас едим здесь это же самое и наверное самым известным специалистам ученым как раз интересующимся такой грязной посудой доисторических является патрик макгаверн из пенсильванского университета он ведет огромную просто гигантскую работу по анализу на молекулярном уровне разумеется с использованием спектрометров всевозможной керамики всевозможных находок археологов как все это выглядит археолог откапывает какую-то амфору какой-то черепок осматривая его глазами он говорит что вот ночь какой-то грязный какие-то пятна на нем может быть там древние следы кого-то вина или какой-то еды и химик он уже экстрагирует вытаскивает из этой керамики вот следы вот этой органики исследует ее на масс-спектрометре и по обнаружению каких-то характерных молекул которые там характерны для скажем винограда или характерная для расти животной пищи можно уже говорить о том что это было иногда иногда можно даже говорить о том каков был состав какой был химический состав этого вещества и вот как раз патрик макгаверн он делает такие популярные вещи на основе моспектрометрического анализа пытается восстановить рецепт древнего пива скажем древнего египетского пива и он даже организовал небольшую маленькую пивоварню где как раз пытается варить пиво по древнеегипетским рецептом то есть начало моспектрометрия позволяет понять как состав пива древнеегипетского потом уже можно воспроизвести современных условиях и попробовать это вот один из примеров работы патрика макгаверна это как раз исследование следов напитков в сосудах которые были найдены в китае в результате археологических раскопок в одной из провинции китая был найден сосуд и в нем что-то было была какая-то грязь и как раз химический анализ на масс-спектрометре данные грязи он показал что сосуде был напиток из риса меда и фруктов здесь вы можете видеть даже хроматограммы которые как раз показывают ну почему мед вот как раз длинные цепочки углеводов углеводороды такие там на c23 от c23 до c36 такие такой набора углеводороды цепочку алканов различной длины он как раз показываешь и скорее всего мёд там был но почему потому что что означает вот эта цифра скажем там c23 это означает что это линейная цепочка из двадцати там трех атомов углерода где если такие цепочки могут встречаться в окружающем мире ну в нашем своем мире мире они встречаются в автомобильном бензине но в природе они встречаются в парафине или воске мед он какие-то следы пчелиного воска разумеется содержит поэтому когда мы видим в природном объекте такие цепочки это нас наводит сразу на мысль о том что скорее всего это воск следы какие-то следы воска ну а если это какой-то напиток то вряд ли кто-то пил воск скорее всего это был как раз мед вот таким образом можно уже что-то говорить о культуре о вина девина курение людей живших много тысяч лет назад которые не оставили никаких письменных источников то есть мы не можем прочитать в книге рецептов из чего они варили свои напитки мы можем только пытаться таким химическим анализом до этого докопаться и иногда это даже получается еще один довольно известный пример это 170 лет не шампанское некоторое время назад водолазы смогли добраться до корабля затонувшего в балтийском море до 170 лет назад и вытащить из трюма данного корабля бутылки с шампанским то есть это шампанское которое почти 200 лет провело на дне моря и разумеется часть этого шампанского продали на аукционе за большие деньги части кто-то выпил вот но какая-то часть даже попала в лабораторию и ученые проведя масс-спектрометрический анализ смогли определить какие-то смогли определить состав данного шампанского и примерно так оценить и какие там были добавки из чего его делали и какая была технология ну 170 лет назад это конечно не особо интересно потому что уже много письменных источников то есть можно просто прочитать как же его делали но как к демонстрации возможности метода это разумеется было довольно громкая история можно следовать не только следы еды можно исследовать например ткани потому что культурологов может интересовать вопросы а какие там были красители а чем эту ткань покрасили а вот здесь мы будем ее реставрировать а как нам и реставрировать если ткань высвела нам что пойти в магазин леонардо купить акварель или гуаши подкрасить или нам все таки нужно по древнему рецепту изготавливать красители красить уже с нужным красителем и вот для того чтобы понять какие использовались красители здесь как раз без масс-спектрометрии никуда здесь я привожу картинку ткани древней коптской ткани копта это старая цивилизация считаем еще который считается и единственными потомками древнего египта прямыми потом потомками древних египтян у них была очень конечно богатая культура и такие интересные ткани и некоторые исследователи разумеется заинтересовались составе красителей используемых для производства таких тканей и используя метод масс-спектрометрии а именно хроматом аспектрометрии ткани были проанализированы и были идентифицированы различные красители это индиго марена и другие другие то есть опять таки химик моспектрометрист помог культурологу понять что же использовалось для производства для окрашения таких исторических артефактов здесь приведена таблица она техническая то есть как раз по каким временам выхода и по каким точным массам как раз по каким временам выхода были идентифицированы различные красители нашли самые разные самые разные красители но иногда интересно посмотреть и не только состав то есть что там вот такой краситель иногда интересно посмотреть а как данный краситель распределён по ткани то есть в каких частях ткани этого красителя больше в каких меньше и для этого можно использовать методы масс-спектрометрического имиджинга про которые вы много слышали в лекции имени николаевича про как масс-спектрометрия помогает онкологам ну и в разумеется первой лекции когда николаевич рассказывал про саму технику масс масс-спектрометрии чем принципе хорош метод масс-спектрометрического имиджинга тем что мы здесь немножко упрощаем про подготовку нам не нужно экстрагировать мы можем просто пострелять лазером в разные части части ткани и из них принципе получить неплохие масс-спектры и да действительно данная техника была применена для древнего текстиля которым было более двух тысяч лет и был найден краситель краситель индиго опять-таки масс-спектрометрист химик помогает культурологу что-то узнать побольше о древнем артефакте было недавно опубликована довольно интересная работа по исследованию и мы же нет методом масс-спектрометрического имиджинга кожи мумии древней африканской мумии но мумия вот такая страшная некрасивая и ученые применяли метод моспектрометрии вторичных ионов в сочетании с время пролетной масс-спектрометрии для исследования молекулярного состава кожи такой мумии и что же они обнаружили что же они такое интересное обнаружили они сравнили кожу вот этой древней мумии с современной кожей и нашли что в коже этой древней мумии очень плохо сохраняются тяжелые тяжелые липиды массы в порядка 800 при этом их практически нет а в современной коже их довольно много но при этом какие-то следы жирных кислот сохраняются и в старой мумии и в имеется в современной коже довольно много то есть можно видеть на масс-спектрах вот эти пики соответствующие c18 c16 как раз хвосты жирных кислот и исследуя проводя измерения методом 700 моспектрометрии вторичных ионов удалось получить моспектрометрическое изображение кожи такой мумии и даже отделите какие-то части этой части кожи вот дермис от эпидермиса и найти какие-то кусочки которые в которых была смола то есть видно что мумию чем-то чем-то обрабатывали в принципе это определенная информация для культурологов и она как раз помогает что-то сказать о обряде о погребальном обряде который применялся в африке тогда очень интересным объектом для моспектрометрии археологическим объектом является нефть но не обычная нефть которые качают из земли с огромной глубины но в том числе и битум различные различные природные асфальты и так далее так далее откуда же во первых древние люди брали нефть неужели они у них были какие-то буровые установки они глубоко бурили да нет в древности на самом деле существует гигантское количество естественных источников нефти которые не такие сложные которые очень доступны и самым доступным источником нефти битума является мертвое море которое на самом деле довольно довольно который нас который изначально называлась даже асфальтовым озером и древние римляне называли его асфальтовым морем асфальт с мертвого моря широко применялся древними цивилизациями его использовали ассирийцы и финикейцы и египтяне как материал такой связующий материал для при строительстве при изготовлении каких-то изделий но например известно что корзинка в которой по преданию младенца моисея отпустили в нил она была как раз просмолена битумом также известно что битум он применялся при постройке древних стен на вавилона что еще можно сказать ну откуда вообще пошло слово по пошло слово мумия мумия она слова мумия в переводе с древнеперсидского означает как раз битум асфальт то есть почему так потому что египтяне они при погребальном обряде при мумификации использовали битум здесь я вам расскажу как раз о исследовании в кат которые проводили мы в нашей лаборатории как раз наш первый опыт работы с археологическими артефактами какая предыстория предыстория очень простая когда была стройка керченского моста так как керченский мост строился в области где была очень богатая культура древняя древняя греческая культура и наследников древнегреческой цивилизации то строительство керченского моста не могло осуществляться без крупных археологических экспедиций которые бы все-таки постарались спасти ну достать оттуда какие-то археологические артефакты которые строительство конечно же там бы похоронила навсегда и таких было довольно много экспедиций археологических потому что как я говорил зона керчи тамания это это зона которая была колонизировать колонизирована древними греками очень очень давно потом там были процветающие культуры это баспорское царство хазары хазарский каганат там находится очень много еврейских могильных плит с такими семисвечниками в кровеческих музеях там они очень много таких артефактов туда и разные известные археологи есть для археологи любители вот даже наш президент занялся там подводной археологии достал несколько амфор справа приведена фотография раскопок германесса тьму таракань это как раз там в там они остатки раскопки древних городов и среди гигантского количества очень ценных археологических артефактов был так была одна амфора но необычная амфора амфора заполненной битумом то есть вот полная эта фотография этой амфоры через горлышко можно видеть немножко такую черную субстанцию это битум как мы потом доказали данные амфора но на момент фотографии на момент когда мы проводили тура это исследование находилась в кривическом музее имени лермонтова в городе тамань во все все в станице станице тамань по-моему правильное название я сам туда слетал мы вместе с музейными работниками даст отковыряли немножко битума и из данной амфоры его привез москву и мы уже и проводили исследования вообще полуостров там они очень красивое место там множество грязевых колодцев самый наверное известный в темрюке по моему но есть и гигантское количество и других более более малых степи там действительно очень очень красиво мы провели исследование химического состава этого битума но мы еще тогда не были уверены в том что это битум для нас это была какая-то черная субстанция но моспекторы анализ на масс спектром это показал что это битум это сто процентов нефти потому что масс спектр нефти это и черной субстанции идеально совпал с моспектром с моспектром нефти и в режиме образования положительных ионов и в режиме образования отрицательных ионов то есть мы сто процентов уверены что это действительно нефть битум они скажем перегнившие оливковое масло и вот представляете себе еще две с половиной тысячи лет назад оказывается что россия россии то что бы не было еще но вот экспортировала нефти в европу нас конечно довольно вдохновило такие исследования исторических археологических артефактов что можно вот определить подтвердить что какое-то вещество является битумом и здесь мы разумеется задумались давайте мы посмотрим какой еще из исторический битум мы могли бы определить подтвердить что это действительно битум и первое что приходит на ум это конечно же следы это конечно же мумии потому что бальзамирующая смесь применяющаяся в погребальном обряде в древнем египте она до сих пор ее состав это до сих пор научный секрет тут и на самом деле ученые действительно не знают что же применялось какие смеси применялись в при погребальном обряде да конечно есть большое количество литературы по по древнему египту и в том числе и по погребальному обряду наверное самая известная это книга лукаса где подробно рассмотрены различные составы различных смесей применяющихся применяющихся при погребальном обряде указано что использовалось где-то и воск и битум много чего использовалось но вот так чтобы его именно ты химический анализ потому что все письменные источники да ну а мало ли кто там что может записать хотелось бы все таки проверить и на самом деле данные они довольно таки противоречащие противоречащие друг другу нам вот удалось получить доступ к некоторым музейным коллекциям к мумиям древнеегипетским на них были такие черные следы следы чего-то черного и принципе египтологи они думали что это как раз следы битума но наш анализ показал что это совершенно никакого отношения к битум не имеет то есть это явно не минеральный битум то есть вот именно то что мы обнаружили в древнеегипетских мумиях это скорее всего продукты уже это уже продукты разложения органики то есть это как раз перегнивший там жир перегнившая кожа это никак не минеральный битум то есть это сто процентов не нефть принципе это было таким интересным результатом потому что конечно все-таки почувствуйте разницу в одном случае мумию человека при выполнении погребального обряда заливали расплавленным асфальтом расправила расплавленным битумом это одна технология на самом деле применялась то есть химический анализ находил показывал битум в древнеегипетских мумиях но в основном в мумиях очень богатых египтян там мумиях фараонов просто богатых потому что они могли купить этот асфальт асфальт был дорогой вот а кто падежит победнее ну какой там асфальт там дайп можно балки дегтем залить или и вообще ничем не заливать просто высушить поэтому техники разные применялись вот ну по крайней вот наш анализ показал что в тех мумиях которые были предоставлены нам на исследование битума битума не было минерального битума не было ну как я говорил битум в мумиях находился и была очень хорошая работа ученых из курчатовского института и музей изобразительных искусств у меня пушкина в этом музее как вы знаете довольно большая коллекция египетских мумий и сотрудниками курчатского института было выполнено исследование методом газовой хроматографии масс-спектрометрии с малой из данных из мумий коллекции пушкинского музея и как раз были обнаружены алканы цепочки углеродов из цепочки содержащие линейные цепочки содержащие большое количество атомов углеродов от 16 до 35 минеральный ли это битум в принципе сказать нельзя вот чисто из этого то есть этот говорит что что это говорит говорит о том что какие-то природные полимеры конечно там есть она при на природные какие-то полимеры там есть но полимеры что могут быть это может быть пчелиный воск а в принципе могут быть и какие-то следы минерального битума например асфальта ну я могу не что-то комментировать что методы гхмс скорее всего здесь немного недостаточно для более достоверного такого достоверного определения поэтому в принципе ученые здесь применяли и другие методами металлы распределение металлов в этих мумиях методом масс-пектрометрии с индуктивно связанной плазмой и вот уже по совокупности данных все таки сделали вывод о том что скорее всего асфальт с мертвого моря в производстве в данных мумиях использовался что же еще может масс-пектрометрия на службе у археолога например мы можем попытаться исследовать древние продукты питания и я здесь расскажу на примере древнего сыра сыр всем его любим но оказывается сыр начали производить очень очень давно и была публикация исследования посвящена исследованию сыра которое было найдено археологами в древней китайской гробницы который более четырех тысяч более почти четыре тысячи лет то есть исследовался сыр которому четыре тысячи лет и разумеется здесь никаких письменных источников не осталось мы не знаем как его изготовили с чего его изготовили с какого молока по какой технологии просто вот сыр но ведь интересно же как они его как они его делали сыр так давно поэтому здесь нам поможет только-только только-только-только масс-пектрометрия но сам по себе сыр это очень древний пищевой продукт существует много мифов самых разных разных народах мира у разных народов мира по потому как вообще люди дошли до такого что можно молоко превращать сыр но одна из легенд это то что сыр был изобретен древними арабами древними бедуинами которые наливали молоко в фляги назовем их так изготовленными изготовленных из желудков животных ну а потом пока когда они путешествовали по пустыне от тряски молоко в этих флягах превращался превращалась сыр и получалось вкусного полезно и распространилась существуют самые разные технологии сыроварения мы можем убедиться по дел магазина и посмотрев на самый разный сыр там с плесенью без плесени желтый белый домашний творожный так далее так далее так далее но это все не является изобретением наших дней очень многие технологии были известны много тысяч лет назад так вот сыр сыр же он делается из молока а как как вообще делается сыр по какой по какой технологии с по современной по современной в современных нас по какая технология производства сыра для этого нужно взять молоко и нужно взять желудок жвачного животного извлечь из желудка животного специальные ферменты называемые сычужные ферменты добавить их сыр ну и условно подождать и когда эти ферменты переработают молоко в сыр но можно делать и без использования вот этих сычужных ферментов то это будет уже другая технология есть одно это сычужный сычужный сыр а другой это скажем так кефирная кефирная заква закваска так как сыр делается из молока в сыре разумеется присутствует большое количество белков которые есть в молоке но самое распространенное это казино есть множество других приведенных на данном слайде так вот может ли как-то метод масс спектрометрии отличить сыр изготавливаемый по разным технологиям по сычужные технологии когда используется сычужный фермент и по кефирный скажем так технологии когда данные когда сычужный фермент не используется на самом деле может это очень красиво у действительно это очень красиво применение протеомных технологий оказывается что если проанализировать состав пептидов что такое пептиды пептиды это маленькие кусочки белков то оказывается что если сыр изготавливался без применения технологии без применения сычужных ферментов то мы увидим в составе сыра вот такой длинный пептид который вот закодированы буквами hpp и и так далее до пи 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 кей но если использовался сычужный фермент то этот сычужный фермент данный пептид порежет между буквами f и м и мы это такой длинный пептид не увидим мы увидим только короткий и как раз на основе этого и именно этот подход был применен исследователями для определения похоже технологии используют производился тот древний сыр они взяли сыр фета которые используются для приготовления которые используются сычужный фермент и и действительно увидели что в этом селе только короткий пептид и сравнили его с сыром из китайской гробницы в китайской гробницы увидели длинный длинный пептид то есть что это говорит нам это говорит о том что вот этот китайский сыр он как раз делался по кефирной технологии то есть не в желудке жвачных животных и это в общем говоря уже такое такой реверс инжиниринг древних пищевых технологий методом как раз маски 3 ну и наверное последнее о чем я расскажу это и о исследовании останки скопаемых останков животных ну и людей конечно тоже здесь на самом деле можно много чего интересного накопать но начнем с полезного то есть что действительно интересно ученым интересно например по какой-нибудь косточки какого-то человека которого выкопали которому много лет узнать а что же данный человек ел ну что он приел то есть ел ли он рыбу или ел ли он курицу или ел ли он свинину ну как это можно узнать по так сказать по телу или по каким-то может следам какой-то следам грязной посуды которым рядом с ним похоронили оказаться можно как по анализу древнего жира либо с кости либо с либо с керамики как же это можно сделать для начала вспомним что такое жир жир это липиды это молекулы одним из строительными блоками которых одними из строительных блоков которых являются называемые жирные кислоты они здесь приведены на слайде их довольно много мы о них о многих слышали этом остеариновые алииновые пальмитиновые такие длинные 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 цепочки и и оказывается оказывается что метаболизм человека ну и животных вот организма устроен так что в нормальном организме разные жирные кислоты будут иметь немножко разную концентрацию некоторых некоторых изотопов некоторых изотопов изотопа углерода 13 ну так так же нет мир устроен грубо говоря что скажем так в в пальмитиновую входит одно пальмитиновую кислоту входит одно количество тринадцатого углерода там в конь другую кислоту входит уже немножко например в ильиновую кислоту входит немножко другое количество 13 углерода ну вот в результате нашего метаболизма вот так у нас устроена метаболизм чуть-чуть они отличаются и оказывается что если построить такую диаграмму где на одной оси будет содержание 13-го изотопа углерода в скажем пальмитиновой кислоте на другой оси будет содержание изотопа углерода в скажем стеориновой кислоте то разный организм разный живой организм он попадет в разную точку на данной диаграмме рыба попадет в одно место свинья попадет в другое место курица попадет третье место и оказывается что в зависимости от диеты только то как раз по ископаемому организму от нас относя ископаемый организм в какое-то место данной диаграммы можно что-то сказать о диете о том что чем данный орган данный человек питался очень красивое применение метамоспектрометрии потому что разумеется это все измеряется исключительно методами масспектрометрии магнитно секторной масспектрометрии вот можно даже что-то узнать о диете о том что же люди ели когда никаких записи не осталось также методами масспектрометрии можно узнать чем болели люди в древности опять-таки по анализу по анализу трупов было очень красивое исследование показавшее что один из скифских царей раскопанные в кургане трех трех тысяч летней давности масспектрометрический анализ показал что данный скифский царь и он страдал раком просто раком простаты то есть как раз даже такие вещи можно определить спустя почти три тысячи лет методами как раз протоники анализа белков но разумеется ученые как только слышат о каком-то интересном объекте сразу же начинают его изучать таким интересным объектом была ледяная мумия найденная в пещере на высоте 333 тысячи метров возраста мумии 5000 лет известно как тирольский ледяной человек и было проведено исследование 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 белкового состава разных частичек частичек данной мумии там была кожа и какая-то мозговая ткань что же было обнаружено было обнаружено большое количество разных белков то есть почти 500 белков удалось идентифицироваться удалось идентифицировать ну какая-то этого польза от этого исследования ну не знаю честно то есть конечно да интересно что даже спустя 5000 лет можно определить в сохранившихся тканях мозга такое количество белков но 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 вот как то так очень красивое исследование опять-таки по исследованию белкового состава древних костей было проведено по исследованию белка белка ископаемых костей динозавров исследовались кости тиранозавра рекса и возраста почти 70 миллионов лет ну что удалось найти удалось найти коллаген белок коллаген в древних костях что это дало опять-таки честно скажу не знаю но исследование красивая то есть конечно красиво то что в таких древних древних костях которые представьте себе 70 миллионов лет кость пролежала в земле и даже спустя это время можно что-то еще сказать что-то увидеть вот какие-то следы каких-то белков то есть внука коллагена почему коллагена потому что коллагена там очень много гигантское количество тоже наша лаборатория решила не отставать россия как известно родина слонов мамонтов пуши меховых слонов шерстяных слонов и у нас же гигантское количество мамонтов можно можно найти и нам тоже удалось найти добыть кость мамонта и мы исследовали белковый и жировой состав кости мамонта вот здесь на слайде произведены произведена картинка среза кости мамонта вот то что белая это вот такая крепкая кость прямо очень твердая ее только напильника можно пилить или алмазным диском а вот то что 1 и 2 это такая же мягкая ткань там перегнивший костный мозг и разное и мы исследовали состав разных зон разных зон этой кости но и ожидаемо обнаружили то что там где твердая кость там в основном коллаген белок белок вот эта твердая форма но там где один это все-таки перегнившие 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 липиды белка там было довольно мало но было очень много самых 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 разных липидов вот и совместно с зоологическим зоологическим институтом мгу мы сравнили химический состав этой кости с химическим составом кости современного слона был я оказал что они довольно похожи но это очевидно принципе что мамонта на слона чем-то похож вот ну вот так мы скажем так тоже решили здесь не отставать на этом на этом все в принципе это все то что я хотел рассказать о применении масспектрометрии в гуманитарных науках единственное что тут отмечу что это конечно не та область где где есть четкий заказ где заказчик в данном случае музей знает вот говорит что мы хотим узнать это узнайте нам этому это вот такая задача здесь очень часто исследование идет скорее от метода то есть масспектрометристом интересно посмотреть а вот что же еще можно их нашим методом изучать не только вот кровь мочу какие-то скрининговые анализы там искать наркоту в моче или пестициды в яблоках а может быть что то еще можно можно там в музее что-то посмотреть рукописи или древнюю ткань а что там можно увидеть область развивающиеся она не очень систематизированная но она красивая она и она не конечно интересная сейчас я посмотрю были ли какие-то вопросы вроде что-то было скажите а можно термо люминесцентным методом или треками установить возраст костей я честно не знаю что такое термо люминесцентный метод и не очень понимаю что такое треками так что извините возраст костей можно установить легко ускорительной масс-спектрометрии скажите пожалуйста сейчас радио углеродный анализ делают только используя ускорительную масс-спектрометрию какая погрешность сейчас у метода при использовании масс-спектрометрии но анализ на радио радио углеродный делают да конечно используют только ускорительную масс-спектрометрию но почему почему вообще так люди заморачиваются потому что там есть другие изотопы которые перекрываются там если бы все было так просто вот такую сложную установку бы не стали городить зачем это делается это делается для того чтобы точно определить 14 углерод и чтобы он не пересекался ни с чем другим что тоже может иметь массу 14 поэтому здесь на самом деле все разрушается до отдельных атомов потом обдираются электронные оболочки пропуская через фольгу но довольно сложная технология да поэтому да конечно только ускорительной масс-спектрометрии потому что потому что нужно считать буквально единичные атомы какая погрешность сейчас у метода при использовании масс-спектрометрии так ну тут наверное все таки это зависит от прибора они от метода ну вот допустим посмотрим на прибор который который изготавливался коллегами из института аналитического прибора строения если я правильно помню то там погрешность было пять пятьдесят тысяч атомов гелия пятьдесят тысяч атомов вот он такая была погрешности в данном приборе сегодня очень популярны крафтовые винодельни беа биодинамической вино и не проявляют ли виноделы интерес к старинным рецептам речь идет о коммерческих целях они у культурологических ну вот как раз патрик макгавр на него есть своя маленькая пивоварня и он рецепты как раз продает виноделы вроде бы не проявляют насколько я знаю но возможно я просто не знаю потому что все-таки область немножко не моя но кстати интересно мы попробуем может каким-нибудь винзаводом связаться и им это предложить кстати действительно интересно у меня есть древний глиняный горшок с непонятным содержимым сколько будет стоить определить состав и возраст всего этого вам это точно надо если это делать по-человечески у вас никаких денег не хватит в общем в общем не заморачивайтесь можно ли по спектру диету отнести кости можно ли по спектру диету отнести кости к одному организму ну в принципе можно да то есть не всегда точно но иногда попадает то есть иногда даже удается установить что вот ели скажем только рыбу можно ли определить методами масса к 3 3 состав вина не раскрывая бутылку а узнать не скисло ли она но если бутылка герметичная то никак потому что чтобы что-то измерить на масс-спектрометре нужно это в спектрометр поместить если бутылка не герметичная может по парам там что-то что через пробку просачивается не открывая но есть только оптикой то есть просвечивать лазером смотреть на какую-то флоресцензу или поглощение может москве 3 никак надо открыть ее нужно измерить скажите пожалуйста какой максимальный возраст останков которым еще можно применить методы протеомики и анализа липидов сейчас попытаюсь вспомнить по моему самое древнее к чему применяли методы масс спектрометрии это 500 миллионов лет это пункт трилобиты были да там попытались какие-то древние белки находить ну то есть практически любой возраст можно ли определить большой возраст например многие тысячи или миллионы лет а станка станком масс спектрометрии ну да конечно можно сколько стоит рецепт вина даже не знаю как на этот вопрос ответить сколько я могу сказать сколько стоит один на масс спектрометрический анализ каком-нибудь центре коллективного пользования которых москве довольно много это будет стоить 10 тысяч рублей вот ну а вот что с этими данными делать и как интерпретировать это уже это уже никто никто не знает это уже человека часы человека который будет над этим голову ломать а как именно какие величины указывают что что останком очень много лет какие-то содержание радиоактивных изотопов ну и в принципе палеобиологи просто по внешнему виду кости могут отнести у какому-то арго организма так считают количество распавшихся клим элементов к общей массе вещества я правильно мысли но грубо говоря почти правильно вот например представьте себе что у вас есть древнее золото с каким-то примесями урана вы золото расплавили он устал таким чистеньким только с ураном и уран начал распадаться и начал в нем начала образовываться гелия начал образовываться гелий если вы знаете сколько там всего урана в среднем золоте то вы можете вычислить сколько там образуется гелия и определить возраст время с плавки с расплавлением были ли примеры когда ученые следовали древние предметы и испортили их но испортить довольно сложно потому что если что-то дает дают исследователю это уже предполагается что он скорее всего будет с этим что-то делать ну смотря что испортили что завершенно называется испортили уронили там или что или разбили ну и не только исследователи могут что-нибудь уронить или разбить сам метод исследованием о спектром 3 но надо откусить маленький кусочек от объекта то есть сколько нам надо там несколько миллиграмм считается считать ли это что это что-то испортили линии спорт ли портит когда у людей руки кривые когда они там обращаются неаккуратно какие алкогольные напитки вы предпочитаете но я предпочитаю сухое красное вино так ну вроде вопросов больше нет если вопросов больше нет то всем большое спасибо за внимание очень надеюсь что наш курс лекции по масс-спектрометрии был вам интересен полезен что у вас не загрузили каким-то сложными техническими аспектами а так сегодня какой-то вопрос а вы слышали о случаях когда в очень древних раковинах находили c14 который там не должен быть потому что должен был распасться какое ваше объяснение честно не слышал не знаю но понимаете вот случаев когда что-то где-то находили чего там быть не должно в принципе довольно много и в одних случаях это действительно какие-то погрешности экспериментов а в других случаях это какое-то великое открытие но например как обнаружили космическое реликтовое излучение построили условно говоря там большую антенну стали верить сигнал приходящий из космоса и намерили что-то странное удивились вроде этого быть не должно полезли проверять увидели что того в одной этой антенне голуби гнездо свели обрадовались решили что вот оно объяснение как голубей прогнали сигнал остался но вот уже поняли что скорее всего там что-то умное возможно c14 что-то аналогичное у нас же очень много углерода появилось в атмосфере при испытании атомных бомб может из-за этого попал кто его знает вот вроде вопросов больше нет поэтому еще раз говорю вам всем большое спасибо за то что вы прослушали наш курс надеюсь он был полезен интересен если у кого-то пробудился интерес к масспектрометрии к данной техники кому-то интересно кому-то интересно строить карьеру в этой области или идти учиться то могу посоветовать если вы в москве то разумеется химический факультет где сильным аспектрометрическая школа разумеется физтех где исторически очень сильная тоже моспектрометрическая школа именно в том числе в области красприборостроения нефи разные другие институты руден там тоже есть моспектрометрия в питере хорошим аспектрометрии школа в новосибирске ну и если вы уже более-менее состоявшиеся ученые приходите к нам к нам в лабораторию если вам это интересно развиваться в этой области поговорим обсудим может быть станем коллегами на этом спасибо всем до свидания и удачи и и и и и и и и и